Доброе утро! Здравствуйте! С вами Ольга Дмитриева и Наталья Гончарова. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Встречайте новый день с нами, и сегодня вы увидите много интересного. Лес Победы. В Одинцовском округе высадили деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне. Всероссийское голосование. В Одинцовском округе волонтеры информируют жителей о проекте по благоустройству. Добрые дела. Дмитрий Голубков и Одинцовские активисты «Единой России» приняли участие в гуманитарной акции. Здоровье Подмосковью. В Одинцове начал работать современный центр диспансеризации. Парад Победы. Об учебе, распорядке дня и о планах на будущее рассказал Даниил Михайлов, участник шествия на Красной площади. В этот день в 1881 году в Германии запустили первый в мире трамвай. К концу 19 века из-за плотного населения города уличное движение в центре Берлина затруднялось. Тогда глава электрической компании инженер Вернер фон Сименс выступил с предложением начать строительство пассажирской электрической линии. И весной 1879 года он представил на берлинской выставке первую в мире электрическую железную дорогу – электролокомотив с вагонами. Так как отношение к данному виду транспорта у населения все же оставалось настороженным, Сименсу пришлось на собственные деньги строить демонстрационную модель трамвая на электрической тяге. Что еще интересного произошло в этот день, смотрите в нашей следующей рубрике. 16 мая 1924 года в СССР вышел первый номер детского журнала «Мурзилка». Историю свою он ведет с 1879 года, когда канадский художник и поэт Палмер Кокс создал цикл стихов со своими иллюстрациями про маленький народец Брауни – небольших человечков, родственников домовых с коричневыми, нечесанными волосами. В Россию они попали благодаря известной писательнице Анне Хвольсон. Она сделала перевод текстов Кокса и дала персонажам другие имена. Так родилось имя «Мурзилка». Вновь о нем вспомнили в 1924 году, когда при «Рабочей газете» создавался новый детский журнал. И это название понравилось всем. Тогда «Мурзилкой» стал рыжий беспородный щенок, который всюду сопровождал своего хозяина – мальчика Петьку. А в 1937 году появился новый «Мурзилка» – некое пушистое существо желтого цвета в красном берете и шарфе. Журнал «Мурзилка» издается до сих пор. В 2012 году он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как журнал для детей с самым длительным сроком издания. 16 мая отмечается Международный день биографов. Именно в этот день прошла первая встреча английского литературного критика, лексикографа и поэта эпохи просвещения Сэмуэля Джонсона со своим биографом Джеймсом Боссуэллом. Мужчины встретились в одном из книжных магазинов Лондона в 1763 году, а результатом встречи стала двухтомная жизнь Сэмуэла Джонсона, опубликованная в 1791. 16 мая в Ленинграде родился Мстислав Михайлович Запашный, представитель знаменитой династии цирковых артистов, которая берет свое начало в 1882 году. Еще в этот день родился русский ученый, историк, археолог, филолог и искусствовед Иван Цветаев. Русский поэт Серебряного века и переводчик Игорь Северянин, американский актер, обладатель премии Оскар Генри Фунда, российский музыкант, певец, шоумен, теле- и радиоведущий Александр Пушной и многие другие. И к новостям муниципалитета. В Одинцовском округе высадили 980 деревьев в рамках акции «Лес Победы». Территория 74-го детского сада в Кубинке стала основной площадкой мероприятия. Каждый саженец посвятили памяти погибших в Великой Отечественной войне. С подробностями Елена Краева. Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» уже четвертый год подряд проходит под эгидой международной акции «Сад памяти». В этот раз мероприятие, в котором традиционно участвуют местные жители, военнослужащие, их родственники и дети, возглавили председатель регионального союза женщин России Екатерина Богдасарова и глава округа Андрей Иванов. Мы восстанавливаем леса Подмосковья, которые значительно пострадали как раз в годы Великой Отечественной войны, потом было много аномальных погодных явлений, караэт типограф, который тоже погубил леса. Поэтому наш священный долг – восстановить легкие леса Подмосковья. Восстановление лесов – не единственная цель. Высадку зеленых насаждений также организовали вблизи объектов социальной инфраструктуры. В этом году основной площадкой в Одинцовском округе стала территория детского сада номер 74 в Кубинке. Совместными усилиями здесь высадили туи, гортензию, плодовые деревья, сирень, рябину, кустарники, черной и красной смородины. Я хочу пожелать, чтобы этот сад победы приносил цветы, плоды вам и хорошее настроение. Подобные акции не только объединяют и сближают несколько поколений, но и формируют правильное отношение к окружающей среде. Хочется, чтобы Кубинка была лучше, чтобы ее озеленяли, чтобы улучшали. И гораздо приятнее, согласитесь, гулять по асфальту красивому вокруг, когда все зеленое, чем когда что-то разрушенное или грязное. В этом году акция «Лес Победы» прошла на 39 площадках Одинцовского округа. На 10 гектарах земли высадили 980 саженцев. В акции приняли участие 1300 человек. Всего же на территории Московской области было организовано более 660 площадок, на которых озеленили порядка 90 гектар. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». В период всероссийского голосования по формированию комфортной городской среды с 15 апреля по 31 мая на территории Одинцовского округа работает более 150 волонтеров. Добровольцы информируют жителей о проекте, рассказывают о конкурсных объектах и помогают выбрать ту или иную локацию через мобильное приложение. Рассказывает Полина Толмачева. Жители городов и населенных пунктов теперь сами выбирают общественные территории для благоустройства. Ежегодное всероссийское голосование по выбору объектов городской среды проводится с 15 апреля по 31 мая по всей территории страны. Благодаря поддержке нашего президента каждый год большое количество проектов благоустройства воплощается в жизнь. Подмосковные парки, скверы, набережные, центральные улицы и площади городов становятся комфортными и современными, радуют глаз. Важно, что активное участие в этих переменах принимают жители. От Московской области в нацпроекте участвуют 248 конкурсных объектов, 24 из них в Одинцовском округе. Голицынский сквер около церкви Серафима Саровского, зоны отдыха в Немчиновке и деревне Щедрино, пляжная зона у моста Успенская, центральная площадь в Одинцове и другие. Отдать свой голос за тот или иной объект может любой желающий житель муниципалитета старше 14 лет. Здравствуйте. Не хотите быть сейчас в голосовании, формировании комфортной городской среды? Весь период голосования по округу работают волонтеры, подробно рассказывают жителям о проекте, конкурсных объектах и помогают заполнить заявку. Все ребята для участия в проекте прошли специальную подготовку. У нас в волонтерском штабе по всему округу 150 человек, 150 плюс, все ребята аккредитованные, с которыми заключены договора. Это важная составляющая нашей работы, так как ребята в том числе принимают персональные данные голосующих. И тут у нас важная тема именно обработка этих персональных данных и их засекреченность. В большинстве случаев жители не против поучаствовать в общественно значимом проекте. Хорошо реагируют. Иногда бывает, что отказывают, но ничего страшного. Более активные пенсионеры. И из-за того, что они иногда не могут сами заходить в какие-то сайты, то мы им в этом помогаем. В среднем каждому волонтеру за четырехчасовую смену удается охватить около ста человек. Организаторы планируют к общему делу привлекать и подростков. Голосование идет сейчас на такой активной фазе. Уже с завтрашнего дня мы начинаем принимать голоса и у учащихся наших округов, так как голосование проходит уже с возраста 14 лет. В школу мы выезжаем централизованным образом и все желающие учащиеся, ученики могут отдать свои голоса за те объекты, которые им более приятны. Каждый участник голосования может выбрать только один объект из 24 заявленных в конкурсе. Итоги будут опубликованы на портале проекта «Формирование комфортной городской среды». Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят уже в 2024 году. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». И к новостям региона. За прошедшую неделю команда «Густ» отработала более тысячи обращений граждан на портале «Добродел». Основная их часть касалась уборки газонов и тротуаров, а также очистки территорий контейнерных площадок. Все ответы жителям специалисты предоставили в срок, а также составили тепловую карту по итогам недели. Она наглядно демонстрирует районы, откуда поступает наибольшее число обращений граждан через портал. В частности, коммунальным службам Одинцовского округа предстоит подтянуться по вопросам содержания территорий. По ним поступило 123 сообщения. О других новостях региона прямо сейчас. С 2019 года более 10 миллионов тонн мусора в Подмосковье направлены на переработку и получили вторую жизнь. Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами реализуется в рамках национального проекта «Экология». Для обеспечения современного подхода по утилизации отходов созданы 11 высокотехнологичных комплексов, на которых сортируется 100% всех отходов. 50% от объема направляется напрямую на вторпереработку. Сегодня Подмосковье является лидером в России по системе раздельного сбора отходов. В майские праздники Госавтоинспекция Подмосковья провела массовые проверки водителей, по итогам которых определили 579 правонарушителей. В результате рейдов с 1 по 10 мая выявлено 296 водителей в состоянии опьянения. 40 из них уже были лишены права управления транспортными средствами. Еще 251 отказался от прохождения медосвидетельствования. Напомним, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителям грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы. В Подмосковье стартовала регистрация на масштабные спортивные соревнования Кубок Губернатора. В программу войдут состязания по 19 видам спорта. Среди них акробатический рок-н-ролл и баскетбол, дзюдо и джиу-джитсу, легкая и тяжелая атлетика, настольный теннис и плавание, футбол и шахматы. Также в программу соревнований включены 4 вида спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, для глухих, слепых, для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и с интеллектуальными нарушениями. Принять участие могут профессиональные спортсмены и любители. Возраст участников от 7 лет. Заявки для участия принимаются до 1 июня на сайте kubokgubernaтора.rf Иммобилизационный спинальный щит для безопасной переноски пострадавших передали военным медикам в зону проведения спецоперации. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков и Одинцовские активисты «Единой России». Такой щит используют, если у бойца травмирована голова, шейный или спиной отдел позвоночника. Мероприятие провели в рамках акции «Добрые дела». Екатерина Крамер расскажет подробнее. Иммобилизационный спинальный щит передали Одинцовские активисты «Единой России» и депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков военным медикам, которые работают в зоне проведения спецоперации. Передали носилки, которые необходимы, именно твердые, которые необходимы там для, ну, с поля боя, выносы с поля боя тех, у кого повреждены конечности, позвоночник. А так периодически мы оказываем в гуманитарном виде продуктов. Семен служит в регулярной армии стрелковой дивизии в 195-м отдельном медицинском батальоне. Его супруга Наталья активно участвует в сборе гуманитарной помощи. Запросы от солдат идут регулярно. В приоритете – медикаменты и предметы первой необходимости. «По гуманитарной помощи, конечно, огромное спасибо всем, кто не остается в стороне, потому что это очень большой вклад на самом деле людей. То есть большое спасибо и партии «Единая Россия», и всем волонтерам, которые нас поддерживают, помогают, не остаются в стороне». Также в рамках акции «Добрые дела» в Одинцовском штабе «Единой России» Дмитрий Голубков провел встречу с военными врачами. Парламентарий регулярно общается с жителями округа. Записаться на прием можно по телефону. 8-915-351-1721 Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова Оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите Здоровье Подмосковью. В Одинцове начал работать современный центр диспансеризации. Парад победы. Об учебе, распорядке дня и планах на будущее рассказал Даниил Михайлов, участник шествия на Красной площади. Новости онлайн. О событиях, которые обсуждают в окружных соцсетях, расскажем в нашей рубрике. И о новостях нашего округа. В Одинцове начал работать современный центр диспансеризации здоровья Подмосковью. Он сможет принимать до 60 посетителей в смену. Здание находится рядом с поликлиникой номер один на улице Маршала Березова. О работе центра, а также о том, как пройти необходимое обследование в репортаже нашего корреспондента. В Московской области успешно действуют губернаторские программы по улучшению медицинского обслуживания. Среди них здравоохранение Подмосковья, наша женская консультация, а также по улучшению работы скорой помощи, модернизации первичного звена здравоохранения и новая программа по улучшению качества обслуживания пациентов – поликлиника «Перезагрузка». Строятся медицинские центры, больницы и поликлиники. В том числе улучшается качество и доступность медуслуг для жителей. Самая большая проблема – обеспечить всю нашу большую Московскую область и врачами общей практики, и узкими специалистами. Самое эффективное – когда врач, приезжающий из другого региона, по сути, имеет бесплатное жилье. Это компенсация аренды. И второй эффективный способ – когда врач приглашает своего друга. Впервые мы видим в Подмосковье плюсовой баланс и по врачам, и по медсестрам. Поиск продолжаем дальше. Недавно в Одинцове открылся Центр диспансеризации здоровья Подмосковью. Он расположен на улице Маршала Бирюзова и может принять около 60 человек в смену. В медучреждении пройти профилактические обследования могут все жители округа с 18 до 39 лет включительно. Раз в три года, а с 40 лет – ежегодно. Здесь ведут прием врачи общей практики и специалисты узких направлений. Можно записаться через услуги МОСРЕК, через госуслуги, через губернаторский колл-центр, просто прийти в поликлинику, прийти к нам через информат и записаться. Главная задача Центра состоит в том, чтобы пациенты могли быстро пройти необходимые обследования и получить информацию о своем здоровье. У нас давно достаточно много пациентов. Пациенты охотно к нам идут. Здесь нет потока инфекционных больных пациентов с какими-то вирусными заболеваниями. Здесь столько для здоровых пациентов. Поэтому такое разделение, я думаю, это очень удобно. Для жителей Центр удобен тем, что пройти все обследования можно в одном месте и с минимальными очередями к специалисту. Раньше поликлиника, теперь вот сюда, поэтому я думаю, что удобно очень. Блок диспансеризации работает с 8 утра до 8 вечера, в том числе и в субботу. Новое медучреждение поможет разгрузить поликлиники в округе и организовать удобные условия для жителей. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Столица очистит акватории 15 причалов и у шести углубят дно. Водолазы с баржей, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора, очистят водоем, затем отходы утилизируют. О других новостях столицы смотрите прямо сейчас. В мае московскому метрополитену исполнилось 88 лет. Он в числе мировых лидеров по точности соблюдения расписания, а также по интенсивности движения. На основных линиях в часы пик поезда здесь ходят с 90-секундным интервалом. А еще в этом году полностью открыли движение по большой кольцевой линии метро, которое стало мировым рекордсменом по протяженности. ВДНХ приглашает на акцию «Ночь в музее». Мероприятия на тему музыки пройдут 20 мая с 6 часов вечера до полуночи. Можно будет посетить многие музеи и выставки, сходить на экскурсии и послушать лекции. Для участия в большинстве мероприятий необходима предварительная регистрация. В Москве началась регистрация на участие в отборочных состязаниях спартакиады «Моспром-2023». Спортсмены будут состязаться в таких дисциплинах, как бильярд, плавание, киберспорт, шахматы, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, настольный теннис, хоккей, футбол, дартс и тек-регби. Первые игры пройдут 15 июля. И вновь к новостям округа. В параде «Победа на Красной площади» уже в четвертый раз принял участие житель Одинцова, воспитанник Московского Суворовского военного училища Даниил Михайлов. Об учебе, распорядке дня и планах на будущее он рассказал нашей съемочной группе. Даниил – житель Одинцова в пятом поколении. Он родился в семье военных. Его дедушка – выпускник Суворовского военного училища, а старший брат учился в Московском президентском кадетском училище имени Шолохова. Парень решил продолжить военную династию и поступить в Суворовское. И вот уже четвертый раз он участвует в параде «Победы на Красной площади». Конечно, первый раз это был парад на 75 лет «Победы». Он был особенным, потому что проходил не традиционно 9 мая, а 24 июня 2020 года. И я тогда был семиклассником, нас вызвали в училище с каникул. И шла подготовка, была достаточно жаркая погода, трудные условия. И при этом мы выступили достаточно хорошо, отлично прошли. И с гордостью пронесли честь училища на главной площади страны. В этом году Даниил уже десятиклассник. И в очередной раз ему выпала честь участвовать в параде и нести знамя училища. Несмотря на большие нагрузки и строгий режим дня, Суворовец успевает посещать дополнительные занятия. В училище у нас достаточно жесткий распорядок дня. Но при этом в нем учтены мероприятия дополнительного образования, строевая подготовка, усиленная военная подготовка. Хожу на секцию плавания, состою в сборное училище. Также в КВН участвовал в военном и в Олимпиадах по военной истории и другим предметам. После окончания Суворовского Даниил планирует поступать в Московское высшее общевойсковое командное училище. А затем связать свою жизнь со службой Родине и идти только вверх по карьерной лестнице. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Российские боксеры получили приглашение на европейский отборочный турнир к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Ранее спортсмены из России полноправно под флагом и с гимном выступили на чемпионате мира в Ташкенте, завоевав два золота и три бронзы. Другие новости России смотрите прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шесть российских вузов перейдут на новую систему высшего образования уже в этом году. Вместо бакалавриата и специалитета появится основное образование. А для углубленного изучения выбранного профиля нужно идти в магистратуру. Третий уровень – аспирантура. Ранее президент России подписал указ о запуске пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования, который стартует уже в этом году и продлится до 2026 года. В России создадут электронные паспорта, которые можно приспособить для отслеживания агрессивных собак и поиска потерявшихся животных с помощью искусственного интеллекта. С такой инициативой выступает российское экологическое движение. Эксперты говорят, что похожие технологии в России уже используются для поиска амурских тигров. В Петербурге с 15 по 19 мая в 31 раз пройдет фестиваль «Виват кино России». Это старейший некоммерческий кинофорум страны. Фестиваль посвящен только отечественному кино. Зрителям покажут 75 фильмов, 8 из них будут участвовать в конкурсе. Подготовлено 12 специальных программ. По традиции будут организованы мастер-классы известных кинематографистов для студентов. В Подмосковье объявили 4 класс пожароопасности на период с 14 по 18 мая. Жителям и посетителям региона настоятельно рекомендуют ограничить пребывание на природе и осторожно обращаться с огнем. В целях безопасности советуют воздержаться от разведения костров в лесу, на торфяниках, местах с подсохшей травой и под кронами деревьев. Об этом сообщает телеграм-канал «Про округ». Ну а о других новостях, которые сейчас обсуждают в соцсетях, прямо сейчас. В Одинцове работает горячая линия главы. Сюда можно обратиться с самыми разными вопросами. От сообщения о поломанном элементе детской площадки до запроса информации о капитальном ремонте многоквартирного дома. В чате состоит и руководитель муниципального центра управления регионом, который контролирует скорость и качество предоставляемых ответов. Об этом сообщает телеграм-канал «Одинцово оперативно». Как правильно содержать домашних животных в многоквартирном доме? Ответ на этот вопрос можно найти в телеграм-канале «Про округ». Среди основных обязанностей хозяев – кормление, лечение, обеспечение гигиены питомцев и соблюдение графика прививок. Также хозяева животных должны всегда и везде убирать за своими питомцами, а еще гарантировать соблюдение санитарных норм жизни в здании и не мешать соседям. Спортсменки из гонбольной команды «Звезда» обыграли «Астраханочку» со счетом 34-28 и вышли в полуфинал Суперлиги. Теперь подмосковную команду ждут игры с Ростов-Доном, одним из старейших и самых титулованных гонбольных клубов России. Первая встреча состоится 16 мая в Звенигороде, в спорткомплексе «Звезда». Начало матча в 19.00. Об этом мы узнали из телеграм-канала «Иванов Лайф». Международная команда специалистов разработала пластырь от аллергии на арахису детей. Частицы арахисового белка в пластыре действуют на кожу ребенка, тренируя иммунную систему для лучшей переносимости аллергена. Ученые провели серию испытаний с участием почти 400 детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Результаты показали, что 67% детей достигли иммунной устойчивости. О других новостях мира смотрите далее. Российские географы выяснили, что ледники северо-чуйского хребта Алтая уменьшились в два раза за полтора века. В последнее десятилетие этот процесс резко ускорился. Сейчас ежегодно ледник отступает примерно на 14 метров. Чтобы установить это, авторы работы проанализировали большой массив данных – меток, спутниковых снимков, показаний о температурах и об осадках. По мнению ученых, таяние ледников способны сильно повлиять на горную экосистему. Это приведет к расширению пояса лесов и изменится распределение воды в горных реках по мере смены времен года. Также исчезновение ледников может спровоцировать размыв рыхлых пород в горах, а следовательно вызвать обвалы. Ученые Университета Тафтса создали бесконечно делящиеся стволовые клетки животных. Новый механизм позволит производить искусственное мясо. Обычно стволовые мышечные клетки делятся около 50 раз, а затем стареют и погибают. Новая технология позволит им делиться гораздо дольше, а иногда и бесконечно. При этом клетки абсолютно безопасны для употребления в пищу. Хранение, приготовление и переваривание полностью останавливает процесс деления. Ученые Университета Лаваля в Канаде показали, что в лабрадорском чае содержатся соединения, которые могут бороться против возбудителя малярии. Исследователи собрали листья, извлекли из них эфирное масло и проанализировали его. Выяснилось, что два его составляющих вещества оказались действенными против обоих штаммов паразита. А теперь о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет малооблачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем 19-21 градус выше нуля, ночью около плюс 13. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 38%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в Одинцовском округе смотрите в нашем информационном выпуске в 8 часов вечера. А также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». А с новостями молодежной редакции можно ознакомиться на нашем телеграм-канале «Про молодежь». С вами была Ольга Дмитриева и Наталья Гончарова. Всего вам самого доброго. Удачного вам рабочего дня и, естественно, всего самого-самого хорошего. До свидания.